На страницах Священного Писания есть такие слова «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». Об этом это стихотворение. Страшнее ропота здесь нет. Он ослепляет, подавляет. Немил становится весь свет, Плотское «я» им управляет. Не так обут, не так одет, И не в своей как будто роли. Страшнее ропота здесь нет, Когда ты мало чем доволен. Он все раскрасит в черный цвет, И счастье, радость исчезает. Страшнее ропота здесь нет, Он все как будто искажает. Не та страна, не та судьба, Не тот поселок или город, Не тот супруг или жена, И недостаточно уж молод. Ты недоволен столько лет, Проходит жизнь твоя земная, Ты не увидел счастья, нет, Все время ропот предъявляя. А счастье в маленьком цветке И в щебетании малых пташек Есть чудо в утренней заре И в белизне простых ромашек. Страшнее ропота здесь нет, Но исцеление возможно. Простой и маленький секрет Благодари за мелочь Бога, За свет, за жизнь, Что не один, За то, что просто держат ноги, За то, что любит Божий Сын И в небо нам открыл дорогу. За план Его в твоей судьбе Не мы решаем, где родиться, В какой стране, в какой семье, Ведь Бог не может ошибиться. За все, за все благодари И вспомни милости от Бога. Ты на других здесь не смотри, У каждого своя дорога. Тот, кто доволен, тот счастлив, Других покоем заражает, Дарует ближним счастье, Мир его ничто не раздражает. Ведь счастье видеть вновь в зарю И в том, что близкие с тобою Скажи Творцу благодарю, Оставив ропот за спиною. Страшнее ропота здесь нет, Он, несомненно, тянет к аду Лишь в благодарном сердце свет И в вечной участи награда. Слава Богу! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!